Доброе утро, у микрофона Мария Постникова, и сегодня мы встречаем в утреннем эфире на Радио Балтик Плюс Сергея Сергеевича Подольского, глава администрации Гуревского муниципального округа. Сергей Сергеевич, доброе утро. Доброе утро, жители Калининградской области, любимого, надеюсь, всеми, нам, естественно, Гуревского района. Как настроение? Отлично, шикарное настроение, да, хорошее, навсегда хорошее настроение. Осень сложная, пора для главы, для муниципалитета? Да нет, не сложно, наоборот, подводим итоги года уходящего, совсем не сложно, каждый период, я наоборот, осень люблю, как и зиму, как и лето, так и весну, поэтому все хорошо, да, нет у нас сложных моментов с таким нашим населением, с такой нашей администрацией, поэтому спасибо большое за вопрос, все хорошо, спасибо. Обратила внимание, на въезде в Гуревск, с левой стороны стоят баннеры, начинается новая застройка, появится жилой комплекс, вообще застройщики активно к вам проявляют интерес? Да, вы знаете, ну, скажу только примерно, по итогам прошлого года мы построили, сдали в эксплуатацию свыше 300 тысяч метров квадратных жилья, ну, это очень прилично, из них свыше половины, это индивидуальное жилищное строительство. И то, что вы говорите про комплекс, который привезли в Гуревск с левой стороны, да, территория была частная, давно она была переведена, и приехала, не поверите, строительная компания с Краснодара, которая в рейтинге Краснодарского края занимает второе место, в рейтинге страны, восьмое, ну, очень просто все это меряется, по воду жилья тоже в эксплуатации по квадратным метрам. Так вот, они приобрели эту территорию, и здесь собираются строить большой современный микрорайон, дай бог им, чтобы все у них получилось. Но почему востребовано, потому что к нам едут, и все уже знают, уже Атон Андреевич в соцсетях сказал, он сравнивал с Далугу Апил, что у них за небольшой промежуток времени население упало со 130 тысяч до 78, вроде бы, тысячи, а у нас, наоборот, с 2010 года у нас было 53 тысячи населения района, перепись с 2020 года, я говорю про переписи, нас 103, на сегодняшний день порядка 110 тысяч населения. То есть, к нам едут, мы востребованы, едут с России, у нас, как, может быть, для кого-то покажется странным, демографическая ситуация, положительный такой баланс, то есть рождаемость выше смертности. Ну и едут страны СНГ, поэтому при всех каких-то, наверное, шероховатостях, трудностях наш район востребован, и, наверное, в масштабах страны мы один из, наверное, динамично развивающихся муниципалитетов в плане населения, заселения населением. Поэтому, естественно, застройщики обращают на нас внимание, видя положительную динамику, и с удовольствием едут к нам, приобретают территории и строят. И это не только про тех, кого я сказал, то, что у нас еще многое, я сказал про частное строительство, у меня кабана как-то ближе немножко, потому что сам вырос на селе, и свой дом, как бы, ближе к сердцу, к телу. Так вот, у нас еще и Голубева, Новая Голубева, Новая Ласкина, и Тарные соты, и Гурицкая слобода, и можно перечислять, перечислять, таких узнать, и строят люди настолько достойно, хорошо. Ну, допустим, если взять Новая Ласкина, вообще в поле, в степи, если кто знает этот микрорайон, недалеко там, в районе Цветково или там ООО «Молоко», люди приехали с Москвы, тоже приобрели территорию, очень давно приобрели территорию, еще до меня, когда я стал руководителем муниципалитета. Ну, и дошли до того, что уже на улице у них бассейны, имеются бассейны общие, кто был, место популярное, люди загорают, приезжают вот как раз с того куста, чтобы не ехать на море, на море бывает, на пробке не проехать, у них там бани, теннисные курты, спортивные площадки, тренажеры уличные. Ну, то есть совсем другой уровень уже, знаете, ну, наверное, житья, бытия, и люди, видя, приезжая из других регионов, конечно, я кого даже туда вожу, восхищаются. Также Гурецкая Слобода, люди подошли очень комплексно, территорию осветили, электричество, газ, дороги, разворот на кольцо, автобусы, детские площадки, спортивные площадки, ну, и едут востребованно, ну, знаете, как ни странно, если раньше доминировали в приобретении жилья, ну, СНГ, ну, переезжали, то сейчас Германия, наши, ну, так называют... У вас тоже, да, тенденция такая? Да, да, вот они тенденции, да, как бы сейчас у нас существуют наши русские немцы, которые не согласны с ЛГБТ-повесткой со всеми историями, которые происходят там, как наш президент говорит, там, с партнерами у нас в Европе, на Западе, и люди едут туда, с этим не согласны, приобретают жилье, и, ну, наверное, слава Богу, на самом деле это, ну, наши люди, которые уехали в свое время там с республик Советского Союза, с хорошими руками, с хорошими головами, да, ну, так что вот как-то так... Сергей Сергеевич, люди едут, понятно, что жильем они обеспечены, а социальная инфраструктура, детские сады, школы, опять же, новая поликлиника, вот это все вы готовы предоставить над этим работаете? Сергей Сергеевич, я над этим работаю, но говорил в прошлый раз у вас, и не только, что, но, к сожалению, мы, ну, накладывают и пандемию, и нынешняя ситуация своего, накладывают свои, наверное, отпечатки, не только на наш муниципалитет, на всю страну в целом, и на наш регион, так как он, мы видим все, как он, регион востребован в масштабах страны. Тем не менее, мы сейчас вот, и ясно у нас, мы жили небольшой период, когда у нас не было очередей в детских садях, сейчас они сохраняются, к сожалению, довольно-таки большие, но власть над этим думает, и спасибо областному правительству, министерству образования, вот Антону Андреевичу лично, ну, или ха, ну, потому что, ну, как бы, Гуриевский район, в этом плане, с учетом того, что нас прибывает в район очень много, к нему такое пристальное внимание всех властей, в том числе и федеральных. Так вот, на сегодняшний день строятся две школы, поселок Луговое на 1100 мест, школа большая, и Гуриевск на 1500 мест строятся две современные школы. А где Гуриевский? Гуриевский, это за нашим вот новым парком, парком свет, в районе поселка Кумачева, там улица Вангард, на очень хорошее такое, знаешь, тихое, спокойное место, и там тоже, кстати, застраивается большой микрорайон, вот, питерская компания, они давно вот строят в районе Большой Усаково, строят, теперь они строят там, и там же, они, кстати, выделили территорию под школу, под детский садик. Так вот, школа уже строится, там же уже спроектированы, вот, уже заходим в экспертизу по детскому садику. Надеемся, что школа будет построена, ну, к учебному году 2024 года, детский садик, ну, уже как после прохождения экспертизы и понимания, какая цена, будут изысканы источники, откуда будут финансироваться, будем строить детский садик. Недавно мы в апреле месяце сдали детский садик поселка Васильково на 225 мест, он уже называется Мозаик, он во всю функционирует, работает, также у нас проектируются детские садики, вот-вот мы зайдем в экспертизу на Пражский бульвар, город Гориск, есть у нас территория в поселке Большом Усаково и в других поселках, то есть мы к этому подготовились и активно ведется работа. Ну, еще раз, две школы строятся, на очереди мы надеемся, что в будущем году мы начнем строить школу Большому Усаково на тысячу мест на территории той же школы, школы будущего, у нас там территория позволяет, и проектные работы, ну, вообще ведутся, и мы надеемся, что уже зайдем в экспертизу где-то сразу после Нового года. Зайдем, не зайдем в экспертизу, уже, наверное, получим в первом квартале 2024 года, надеемся положительное заключение, то есть две школы строятся, третья в уме, мало того, у нас в планах мы начнем проектирование начальной школы на 275 мест поселок Васильково и парадетский садик, я уже сказал, что он давно. Да, поликлиника, многострадальная тема, поликлиника, да, многострадальная тема, на самом деле, вот буквально сейчас она очень сильно активизировалась, ну, а то Андрей в своем послании законодательному собранию сказал, что в Гуриевске будет построена поликлиника, мы надеемся, так она и будет, потому что мы все понимаем, все люди взрослые, что, наверное, накладывают ситуацию в стране, наверное, свои, здесь какие-то, ну, моменты, поэтому сейчас очень активно эта тема муссируется, нас запросили место, у нас есть два места, которые мы готовы предоставить, и сейчас, ну, Минздрав определяется, где это будет, либо это будет как раз напротив гимназии Екатериничева, либо это будет как раз вот где строится школа на улице Лазурная, на полторы тысячи мест на Гуриевске, там нам тоже место предоставляют наши застройщики, с удовольствием под поликлинику предоставят, поэтому как определяться, как скажут, мы, по большому счету, муниципалитет готов, и самое главное, что, ну, есть востребованность в поликлинике, потому что население выросло, и те площадя, которые у нас лечебные здесь, поликлинические, они, ну, уже, уже малы для нас. Парков хватает? Да, парка хватает, да, парка хватает, и, как, хватает и не хватает, вроде мы видим парк, зеленую зону, но, знаете, не думали, не гадали, и спасибо программе «Комфортная среда», спасибо, опять же, поверьте, не, я извиняюсь там за такой слой, не зализываю, а говорю реально, что спасибо нашему Минструю Калининградской области и правительству Калининградской области, Антон Андреевичу, ну, первый парк «Чувств», мы помним, это парк, там, или модное название «Сенситивное развитие», мы много, про него говорим, но, наверное, стоит того, если было там просто зеленая зона, такая, ну, в принципе, да, все здорово, хорошо, заросшая, и когда мы ее сделали, мы сами не ожидали, чтобы такой, будет наплыв такое население, не только нашего, но и извне, из города, там, приезжают туристы, сейчас у нас парк «Света» активно реализуется, мы надеемся, что уже весь общий строй, наверное, к концу года плюс-минус закончим, и, наверное, весна следующего года, мы его запустим, будет такой, тоже единственный парк в стране, все, что связано со «Светом» в этом парке будет, ну, просто там он, по нашим оценкам и по оценкам проектировщиков, те, кто же видел проект, по крайней мере, в эскизе, он такой будет сумасшедший. Сергей Сергеевич Подольский, глава администрации Гуревского муниципального округа, узнали о том, что активно едут в Гуревск русские немцы, и не только, и страны СНГ, да, другие регионы, страны Дальний Восток, Кемера, Новосибирск, Алтайский край, Мурманск, Магадан, ну, география обширная. Это замечательно. Про парк, значит, весной будем торжественно открывать парк «Света». Очень много было запроектировано, там прямо такие шоу световые, все получается? Все получается. Почему немножко затяжка, объясню, потому что, ну, мы были сориентированы в том числе где-то и на, с учетом удобной логистики доставки на импортное оборудование. Сейчас мы полностью перешли на отечественное российское, это потребовало немножко времени, чтобы перезаключить договора, здесь на выставке смотреть, что у нас есть на рынке российском. Ну, все получилось, знаете, слава богу, мы уже много раз это говорим, не только и президенты, и губернаторы, и губернаторы регионов, что эта ситуация, как бы, нас, ну, наверное, подтолкнула развивать свое, как это раньше было, свои самолет, свои машины, своя техника. И, слава богу, получается, у нас светлые, хорошие головы, очень хорошие руки в нашей стране, квалифицированы, поэтому, я думаю, все получится. И мы немножко переориентировались на российское, и поэтому небольшая затяжка. Ну, и хотелось бы, знаете, чтобы парк, уже была трава взошла, посажена, все, чтобы он выглядел респектабельно, смотрибельно, если так можно сказать, да. То есть, ну, все будет даже, мы часто говорим и сейчас повторимся, что Гурьевский район мечты сбывается, мы позаимствовали это у Газпрома, и у нас так же, как у Газпрома, все получается, да. Ну, раз про мечты заговорили, когда же сбудется заветная мечта гурьевчан, когда качество воды улучшится, наконец? Ну, работы очень активно ведутся, и мы тратим, вот, уже мы, по крайней мере, поселок Васильково, мы запустили станцию... А без железования, да? Нет, 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 нет. Мы очистные сооружения запустили, они уже работают, то есть мы уже значительно улучшили экологию, вручили Гагаринский, мы только сейчас о том, Андреевич, по этому поводу говорили. Сейчас ведутся активно работы по станции Бит-Железный, по парку Скважин, это опять же Васильково, и я тогда говорил, сейчас повторюсь, такой большой кластер, там порядка, где-то 20 с лишним тысяч населения. Поселок Васильково, Малое Сако, Большое Сако, Малое Васильково будут обеспечены хорошей водой, и, ну, работу мы надеемся, что это уже, ну, в первом квартале 2024 года, ну, в принципе, мы выйдем уже на пусконаладку, закончится, да. Основные работы к концу года даже закончатся, но вся пусконаладка, поручил уже, наверное, в первый квартал 2024 года. Территориально и в Гуревске тоже, получается, улучшится. Да, и мы, я тогда говорил, сейчас еще раз повторюсь, для чего это делалось, это в том числе и будет благо для Гуревска, потому что будет закольцовка с горным Гуревском, и, ну, некая, знаете, такая, не дай бог, где-то авария случилась, всегда перекрыл задвижку, но ты будешь получать воду с так называемого этого кольца, то, что мы сейчас делаем в поселке Васильково. Ну, и жители уже оценили, есть такая программа, программа конкретных дел, и мы по этой программе, мы начали первые ставить станции водоподготовки и очистки воды. Сейчас у нас вот ведутся работы поселки Ушакова, поселок Луговое, плюс уже начали мы на улице Лесной будем перекладывать водовод, но по воде будет очень-очень значительный сдвиг. Мало того, вот с 2024 года полномочия по водоканалу перейдут в областной водоканал, но просто у них немножко больше возможностей, будут деньги все сконцентрированы, саккумулированы, ну, как бы в центре, и вот у нас была недавно встреча с руководителем водоканала Арман Сергеевичем, областным водоканалом. Мы надеемся, что ситуация с водой еще значительно улучшится. И с учетом того, что Гурицк прибывает по населению, и, ну, ясно, что приоритетная, наверное, ну, нам бы так хотелось, наверное, так и будет, будет отдано Гурицку, ну, так как он, ну, активно строится, развивается, там сам Бог видел, естественно, там надо будет чисто хорошая вода, она будет тогда подаваться. Да, не все так, как нам хотелось бы, знаете, там, мановение волшебной палочки, щелкнуло, все получилось, это все время, это проектная работа, это ресурсы, это, главное, финансы, но все идет, все делается, все будет, и все будет хорошо. Но правительство помогает финансово? Конечно, конечно, у нас иначе как, у нас помогает и федерация, помогает и правительство, но все программы практически плюс-минус заточены, извиняюсь, опять же, заточены федерацией, деньги федеральные, деньги областные и деньги муниципальные, и деньги, допустим, нашего водоканала, как ресурсоснабжающей организации. Так как существует программа 16-23 года по чистой воде, где водоканал может, ну, в том числе собирать средства на подключение новых потребителей, застройщиков, аккумулировать средства, и эти деньги потом пускает именно на улучшение ситуации по водоотведению и по водоснабжению. Ну, у нас вот сейчас, слава богу, столкнулся с мертвой точки проект «За речка», вот в экспертизу уже заходим, станция обезжелезования и подготовки в Гурьевске с увеличением мощности на улице Лесной, и проектируется, и уже в экспертизе мы опять находим, вот-вот выйдем, поселок Большой Исаков по увеличению, то, что там есть, плюс сам Гурьевск, Гурьевск, в общем, я так, знаете, говорю, но это все финансы, финансы очень приличные сумасшедшие, поэтому все будет в ближайшие годы, мы все постепенно будем все это видеть. Ну, и поселки не забываем, ставится станция обезжелезования, люди это видят, ощущают на себе, что качество воды стало лучше, там, где мы это уже сделали, реконструировали. Сергей Сергеевич, обеспокоены калининградцы значительным ростом цен на продукты питания, как ваши местные аграрии, фермеры подготовились к этому сезону, какой был урожай, и сдерживают ли они цены? Ну, знаете, как раз вот наши аграрии цены не то, чтобы сдерживать, они их в какой-то мере формируют, формируют только в хорошем смысле, но мы уже который год не выходим из тройки ридеров по производству сельхозпродукции, то есть нас оценивает правительство Калининградской области, губернатор Министерства сельского хозяйства нашей Калининградской области, все районы, в том числе и наши, естественно, как мы сработали. Вот мы в этом году и в том году, в этом году мы заняли второе место по совокупно животноводству, растениеводству, яйцо, звероводству, и все наши, ну, знаете, знаменитые, ну, допустим, лучший комбанер, там, птицефабрика, она, правда, единственная, птицевод у нас лучшие. И много, я хотел бы сказать в этом плане огромное большое спасибо нашим всем сельхозпроизводителям и всем, кто там занимается, предпринимателям именно на селе, ну, обусловлено, наверное, никто не хочет задирать цены, знаете, вот просто захотел, задрал. Да, есть ситуация, там, допустим, с удобрениями, с повышением, допустим, цен на топливо, запчасти, логистика, там, чуть-чуть ухудшилась. Ну, я понимаю, факторов много, но вот сейчас, если мы приедем в Гуревск, я смогу купить яйца дешевле, чем в Калининграде? Сможете, однозначно сможете купить, потому что на птицефабрике Гуревска есть свой магазин, который прямо от производителя, вот, только они вышли, тепленькие, тут же продаются. И таких у нас, ну, есть фермерские магазины, там, наш продукт, у нас созданы сельхозперерабатывающие кооперативы, где тоже продукция, они объединились в кооперативы значительно ниже. Ну, допустим, такое известное, знаменитое место, Шакендорф, где семья Чуевых делает сыр, вот мы только недавно там были с нашими детьми, у нас есть предпринимательский класс в классической школе, и вот хозяин всего производства, или хозяева, там, отец и сын Чуевых, детям рассказывали, как, с чего начинать бизнес, как у них, по крайней мере, все это получалось. Так вот, у них там, они делают сыры, прямо, вы можете в этом магазине их купить, привезти сыры, плюс шоколадную продукцию, очень, и марципаны, все это прямо только вышло с производства, тоже на прилавок. И, не поверите, казалось бы, далекий поселок Некрасово, ну, чтобы было ориентир, я скажу, там, замок Шакен, рядом магазины производства, паломничество людей, знаете, как и в Мекку, сравнение, может, не совместимо, но, тем не менее, это так. Всегда там надо еще отставить очередь, чтобы получить продукцию. Ну, и я вот лично, там, как-то с вами, перед началом передачи говорили, там, и моя семья, супруга, мы берем, покупаем, едем, там, к нашим фермерам, у нас их много, фермерам, фермеров, покупаем, там, и не только мы, там, многие горожане, там, с правительством мы знаем, люди приезжают, берут, покупают, но цена совсем другая, демократичная. Ясно, что сети вынуждены, ну, наверное, там, ставить свою наценку, это уже, там, наверное, история каждого, кто сколько ставит, но кто знает, ориентируется в масштабах нашего региона или в масштабах нашего района, а у нас район, с учетом того, что он тоже сориентирован и на сельхозпроизводство, и сельхозпереработку, то у нас очень много, где можно что перебрести с первых рук и буквально с минимальной оценкой. Малото еще, и подорговаться можно. Сергей Сергеевич, спасибо вам большое. Тема следующих наших передач, вы готовьтесь, пожалуйста, как туризм развивается в Гуревском муниципальном округе. Хорошо. Сегодня в утреннем эфире на Радио Балтик Плюс Сергей Подольский, глава администрации Гуревского муниципального округа. Вам большое спасибо, удачи и с наступающим Новым годом. Спасибо, спасибо всем, кто слушал. Я бы в пользу случаем хотел бы сказать огромное спасибо всем нашим предпринимательскому сообществу, нашему муниципалитету, всем жителям. Я затрону такую тему, тему СВО, она как бы у нас у всех, наверное, в умах и в головах, и вы знаете, не поверите, мы когда читали, видели фильмы, смотрели там про Великую Отечественную войну, документальные фильмы, и мы видели, как все для фронта, все для победы. Поверьте, жители нашей страны, я скажу за наш муниципалитет, мы вчера тоже с Антоном Андреевичем это обсуждали, очень активно включились, свои Геленвагены дают, машины, квадрокоптеры, сколько мы отдали уже в зону СВО, передали правительство и наш муниципалитет, наши предприниматели, поэтому в том числе и за это огромное спасибо, и за тот труд, который, за то созидание нашего населения, нашего муниципалитета, поверьте, оно очень дружно, и то, что радио, ну, как бы такое кажется, сплоченном он таки есть, красивым, это все благодаря нашим жителям, нашим предпринимателям, нашим администрациям, которым всем этим руководят, наверное. Спасибо нашему депутатскому корпусу. Глава администрации Гуревского муниципального округа Сергей Подольский сегодня в утреннем эфире на Балтик+. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!